Ну, я бы не сказала, что бабы уж настолько простые, да? Мужики умные, а бабы хитрые. Начнём с этого. И если за несколько веков эволюции мужчины как умные были, так и остались, то бабы стали гораздо хитрее. Именно бабы могут приспосабливаться к любым условиям, к любым мужчинам. Соответственно, в какой-то момент, как говорят, что-то пошло не так, да? Мужики стали мельчать, бабы стали, наоборот, мутировать. И мутировали, видимо, до такой степени, да, что мужики стали тряпками. Ну, у молодых, возможно, есть какой-то шанс, если он, так сказать, сразу тебя будет слушать. Но, опять же, он молодой. Вот, допустим, вот есть у нас один мальчик в Телеграме, да, который усирался в том, что я не олень, я всё понял, я теперь знаю, как надо с ними обращаться. Я когда у него спросил, у тебя девушка есть? Да, есть. А как ты за ней ухаживаешь? Ну, что, у меня как бы деньги-то и есть, мне не впадло там съездить ей цветы купить, да, там, в ресторан её сводить. Я говорю, а разве ты не олень? Ну, не, я не олень, я же её могу в любой момент бросить. А ты думаешь, она тебя оленью не воспринимает? Ну, есть у тебя деньги, молодец. Это ты как бы для себя оправдание находишь, что как бы, ну, мне не жалко там потратить 3000 рублей на неё. Но перед ней ты уже себя показал оленью. А тебе слабо, например, бабу на свидание повезти и не потратить при этом ни рубля. Вот сможешь ли ты её уложить в пассиву? А разве она мне даст? Сейчас же какие бабы-то пошли? Ну, сначала надо вложить правильно. Сейчас как мужчины рассуждают? Женщину нужно купить. Они не понимают, что женщину можно просто взять. И вот этими дурацкими подачками, у кого-то это привезти, отвезти на такси, у кого-то это элементарное кофе за 100 рублей, ресторан, тряпки, всё что угодно. Кто их воспитывал? Даже папашки у этих оленей точно такие же олени. Чем вас больше, тем лучше, тем нам надо меньше работать. Вы наш хлеб насущный. Но если мы говорим о каких-то отношениях, хотя бы на более или менее какой-то краткосрочной перспективе, ну, невозможно с оленем жить всю жизнь. Невозможно с ним, точнее, невозможно его уважать, потому что, как говорится, страсть в любовь, она быстро проходит. А дальше как? Вести с оленем совместный быт, воспитывать совместно детей, ипотека, вот эти все приблуды. Очень тяжело с оленем. Мы их начинаем грызть. Сейчас, понимаешь, это надо, блин, с самого начала рассказывать, как баба себе ищет мужика. Ну, например, бабы чем отличаются от мужиков? Тем, что они не умеют делать выбор. И первое, что их толкает, это страх. Вначале это страх по молодости, что там сиськи не вырастут. Потом, допустим, страх, что она замуж не выйдет. Страх, что там вовремя или поздно девственности лишится. Если она вышла замуж, то, возможно, она там родит, не родит страх. Потом там, например, будет ли ей муж изменять или не будет. То есть вся жизнь бабы основана на страхах. И, соответственно, когда она уже достигает возраста, да, полового созревания, начинается пояс. Соответственно, родители изначально в девочку вкладывают. Ты у нас красавица, умница. Ты должна себе найти самого лучшего, естественно, богатого. Причем как? Навязывают бабе стереотипом. Какой мужчина нужен бабам? Сейчас любая баба начнет как расписывать? Мне нужен сильный. Причем так, чтобы он был со всеми грубый, грозный, дерзкий, брутальный. А со мной он был медвежонком, чтобы он меня любил, чтобы он меня на руках носил. Когда бабе даешь вот такого мужика, вот четко, как она его описала, он ей, сука, опять потом не нравится. Почему? Потому что он же меня на руках носит, он же тряпка. А чего он такой со мной ласковый, нежный? Бабе же как? Баба сама, они сами не понимают, что они хотят. Соответственно, оленя, когда знакомятся и прямо на первых этапах, не успев встретиться, они задают вопрос, дорогая, где мы с тобой встретимся? Когда они дают ей право выбора, тут уже женщина понимает, что в принципе она задает тон любым отношениям. Значит, она будет решать, куда они будут ходить, она будет решать, когда у них будет секс, она будет решать, будут ли у них вообще отношения. Основная ошибка оленей в том, что они считают, что надо завоевывать женщину. Они не понимают, что эта женщина должна завоевывать мужчину. Мужчина дает свою любовь, женщина берет. В конце концов, вы нас трахаете, а не мы вас. Уже даже на этом этапе немного понятно, что мужчина должен знать себе цену. Если мужчина этой цены не знает и вокруг телок скачет, бегает, ну, естественно, она его будет использовать. И при том, когда она будет, мальчики, с вами ходить на свидание, в этот же самый момент она будет сидеть в ресторане, смотреть по сторонам в поисках более сильного и уверенного самца. Не тот, который на нее будет глазки свои класть, а тот, который даже не повернется на нее. Потому что в женщине заложена вот та сущность, к сожалению, не все женщины понимают, они это понимают интуитивно, когда они пытаются вечно что-то... Женщины это все понимают в сравнении. Вот у нее есть муж. Если где-то она увидела, что у подружки муж ей шубу купил, а это не купил, все, у нее начинают уже очко, уже как-то так, а что, мы хуже, что ли? И так всю жизнь все познается в сравнении. Соответственно, когда баба с оленем, она всегда будет искать того сильного самца, понимаешь, с ароматом мужчины, вот этой брутальности, которая может в любой момент нагнуть раков и отыметь. А не тот олень, который скачет возле нее. Дорогая, давай так, хочешь это, вот, хочешь звезду с неба достану. Когда они это поймут, я не знаю, это загадка. Вы, суки, олени, нас, бабы, лишаете вообще качественного секса. Я буду верна и предана в том случае, если, опять же, у меня будет страх потерять мужчину. Мальчики, запомните, бабы не боятся потерять оленя. Бабы боятся потерять мужчину. И если вы не поведете ее в ЗАГС, а четко скажете, дорогая моя, вот мы живем вот так, как я сказал, да, хочешь, живи со мной. Не нравится, собрала я вещь, пиздуй отсюда, да. Она будет бояться. Она будет бояться, что в любой момент может появиться другая. Когда ты женился на ней, да, ты вроде ей все козы рядала, особенно когда ты ей 10 раз на день говоришь, как ты ее любишь. Это ваша основная еще причина, ошибка. Нельзя бабе говорить о своих чувствах, никогда. Если баба реально будет знать, что вы ее, сука, любите, готовы для нее все сделать, вы для нее сразу автоматически становитесь оленей. Баба должна бояться потерять своего мужика. Приготовила она борщ, не надо хвалить, ай, ты моя же красавица, да какая же ты у меня кулинарка. Нет, борщ – говно. В следующий раз попробуй сделать лучше. Я к тому, что бабу всегда нужно держать в кулаке. Нельзя ей давать расслабляться даже после брака. После брака она тем более расслабится. Нет откнутая пряника. Вот я, естественно, утрированно сказала, естественно, нет откнутая пряника. Опять же, женский мозг как устроен? Все познается в сравнении, да, наша любимая фраза. Мы без сравнения размышлять, делать выводы не можем, в отличие от мужчин. У которых есть причина-следственная связь, да? Из оленей бабы тоже могут соперничать. Почему? Потому что в любом случае первое, из-за чего баба выходит замуж, да, это как бы пристроить свою задницу. Соответственно, если олень имеет какую-то финансовую стабильность, да, что-то за душой, они будут из-за него соперничать. Мужчина достигает своих целей, ему для этого баба вообще не нужна. Ему нужно, чтобы баба не мешала достигать цели. Это две большие разницы. Баба ему нужна для того, чтобы вечером, допустим, он приходил, ему не нужно было там выцыганивать эту телефонную книжку, кого мне сегодня-то оттрабанили, да? У него уже есть готовый вариант. У него есть та баба, которая знает, как ему нравится, знает, как ему доставить удовольствие. Плюс он придет, а у него уже и пожрать есть, и убранное, и, в общем, все три удовольствия. Если еще начинается с детского сада, что девочек там бить нельзя, посмотрю, какие девочки красивые, принцессы, все дела. Изначально в мужиках вот их ценность, как человека, как вот именно мужской пол, да, принижают. Соответственно, он изначально растет, он не уверен. Даже вот вспомнить вот этих всех прыщавых мальчиков 14-летних. А вот я еще девственник, а я не знаю, как вот мне девушку на свидание, а вдруг вот она мне откажет, у них реально страх. Бабы не боятся, что-то сидят такие же жирухи, да? Им похер, они как бы, на них всегда будет спрос. Хоть какой-то на них глаз доположит. Почему у пацанов такая неуверенность, понять не могу. Что ты к женщину, к себе близко подпустил. Соответственно, она как хитрая женщина, она может тобой манипулировать. Так что ты этого, допустим, не замечаешь. И, соответственно, чем ближе ты женщину подпускаешь, а вы уже вроде как, ну, там, допустим, два года, тем более ты как бы на нее залип, по мнению многих. И им совершенно невдомек, что каждый из вас в паре живет своей жизнью. У каждого свои цели, своя дорога. Вы просто тупо вместе, вот находитесь в одном помещении, у вас какой-то там, ну, какие-то там, допустим, сексуальные отношения. У вас разный быт посыл. Любой мужчина, в принципе, он может также любую бабу практически, да, вот под себя подмять. Ну, мы шкур не берем, да, у шкур там такая прошивка броня, что там хоть ставь ее раком, не ставь, похер. Она сначала попросит, чтобы ты в нее вложил ей пирожок. Мальчики, это, вы не представляете, какое вы отвращение вызываете у нас у баб. Когда вы на первое свидание, сука, приходите с цветами, сразу показывая, что в доме хозяином буду я. Вы не представляете, как вы у бога выглядите, когда вы на коленях ползете с кольцом. И вы не забывайте, что когда вы бабу все-таки там оседлаете и сделаете ей предложение, а вы сделаете, да, потому что у нас у коленей, вы не забывайте, что ваша баба всегда будет в поисках более сильного самца. Это у нее просто уже в генах заложено. Ей не нужен тот, кто ей все дает. Вот в этом-то весь парадокс. Женщине нужен тот, кто ее во всем ущемляет. Бабы свое мышление, они еще сами не до конца понимают. Они думают, что им нужно одно, а им нужно другое. Уважаемые мужчины, я бы хотела вам донести такую мысль. От вас больше зависит, как будет вести себя женщина в отношениях, в любых, неважно, в семейных, на уровне просто потрохушек, неважно. Цените себя, различайте роли свои мужские и женские, да. Поймите, что вы главный, женщина под вами, никак иначе. Вы управляете этим миром. Вы создаете все те вещи, которые созданы, в принципе, для баб. И этим бабам... Так, ладно, это мы в следующем как-нибудь поговорим. Это сейчас глубоко ушло. В общем, мужчины, любите себя, живите для себя. Не будьте оленями. Спасибо. 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 Спасибо.